здравствуйте уважаемые зрители моего канала как раньше говорили по просьбам трудящихся сейчас расскажу как я лично болел и моя семья коронавирусом совсем недавно и дам советы из практики расскажу что принимал я в этот период и до этого периода и так заразу из школы принесла моя младшая дочь но она почти не болела то есть в очень легкой форме два дня была температура 37 4 5 кашляла две недели ну сопли были четыре дня вот и все явно она заболела в четверг то есть когда была температура скажем так а с понедельника моя жена у нее была температура два дня за 38 и у нее был кашель тоже около двух недель она купила тесты потом пцр и коронавирус действительно был проверяли многократно через семь дней уже после применения теста который показал что было новый тест показал что уже нет да кто заболел коронавирусом имейте ввиду что через восемь дней этот человек уже не заразен иметь это ввиду и я же ощутимо заболел воскресенье то есть через шесть дней как явно заболела моя жена к вечеру у меня была температура за 40 я ничего не применял не принимал лежал было тяжко болела голова но заснул кое-как хотя спал мало до моя семья тоже ничего из препаратов аптечных не принимала в понедельник утром температура у меня была 37 7 к вечеру 39 6 я ничего не принимал вообще я уже лет 15 не применяю никаких аптечных препаратов во вторник у меня начала сильно просто страшно болеть спина вернее поясница да так что каждый несколько секунд приходилось переворачиваться искать положение в котором боль становилась меньше но уже на следующий день даже такие приемы не помогали то есть постоянная боли от конечно было ужасно приходилось ходить боль вроде уменьшалась ну в общем такого никогда в жизни у меня не было очень сильно болел реально поясница не спал почти три дня думал вначале на почки но проанализировав понял что нет и действительно к вид 19 оказывает на разные группы людей свои воздействия когда болят у кого-то ноги у кого-то спина плечи то есть там голова ну в общем это по-разному да еще дней 5 был заложен нос дышать было трудно кстати сатурация у меня была даже в эти дни и даже вечером когда дышать было трудно всегда бывает под вечер особенно 97 98 процентов у жены и дочери то же самое но в четверг к вечеру все-таки жена настояла я принял не месил уж очень сильно болела спина и боль в общем то прошла прям вот довольно таки быстро за 20 минут но и уже ее более не было ни на следующий день не впоследствии видимо у меня был тогда вот переломный момент и сняв боль в данный момент да на пути к естественному спаду я поставил как бы точку ускорив этот этап четверг утром у меня была 37 5 температура к вечеру ее не было из-за ними силы и я заснул хорошо это было мне важно тем более после трех дней почти бессонных ночей пятница была примерно та же температура и в субботу а воскресенье уже не было естественным как говорится путем то есть можно сказать что температура у меня была 6 дней все эти дни я работал тем не менее заставлял себя но не на улице дома то есть писал статьи озвучивал их занимался иными делами и прочими рабочими процессами вел свои стройки ну и прочие дела воскресенье я выздоровел температуры уже не было и самочувствие было приличное немного слабости только было ну совсем немного а с понедельника я уже выходил на улицу и был здоров занимался уже рабочими процессами и на улице да чуть не забыл говорят у многих людей сейчас у последней модификации по крайней мере коронавируса дельта и прочее там что еще будет неизвестно в общем ухудшается сильно память об этом говорят многие но вот хочу сказать что у меня и в принципе моей семьи кого я знаю но из моих близких не ухудшилась у меня по крайней мере абсолютно и что касается обоняния вот у меня не уходило обонянию жены вроде что-то такое на один день но в общем слабо практически нет а у меня абсолютно все с обонянием вкусовыми рецепторами все было ну абсолютно нормально как всегда скоро я расскажу какие я препараты принимал и до и в процессе хочу лишь посоветовать некоторые видео обязательных потом посмотрите во первых почему не хочется есть когда болеешь про активацию спящих митохондрий как поднять уровень кислорода в крови это предельно важно кстати в этой лекции говорила особом значение цинка научных открытиях в этой связи о том что у кого уровень цинка в крови по исследованиям был достаточен либо выше нижней границы либо выше средней границы нормы как раз болели не более восьми дней те у кого был ниже нормы втрое дольше смертельных исходов тоже больше и так далее посмотрите непременно вот эти видео не просто так я их советую ну а также вы можете посмотреть мои первые все видео о коронавирусе которые я выпускал начиная с апреля девятнадцатого года когда все началось там и научные обоснования и как поражает альвеол легочные ткани коронавирус конкретно вот к в девятнадцать ну и так далее и так далее там много интересного в этих видео ссылки для вашего удобства будут вот прям под этим видео в описании ну а теперь почему объективно у меня не было более серьезных каких-то осложнений и последствий но во первых питание я и моя семья мы не едим продукты животного происхождения убое то есть мясо молочку а это действительно очень важный фактор объективный жаль не все это понимают далее я принимал цинк обычно двойную дозу от рекомендованный на упаковке скажем так естественно хилатную форму во время болезни тройную и даже четверную это я ввел в привычку и долгие месяцы принимаю цинк витамин d3 10000 м е международных единиц в сутки магний чтобы поддержать сердце помимо того магния который я получал из зелени из салатов но это понятно и я принимал задолго до болезни и естественно всю болезнь препарат ир-1 долго объяснять что это такое вы посмотрите у меня на сайте nadgard.ru найдите вот в поисковике там лупа такая из поисковик вводите иры сразу увидите это аббревиатура сокращение суть в том что это жидкий концентрат определенных растений над этим десятки лет работал один институт новосибирском академгородке моего знакомого моего партнера скажем так я уже давно обещал сделать видео про этот препарат и вообще эту серию сделаю но руки пока не доходят скажу лишь что очень серьезные структуры силовые структуры вели этот препарат уже потребление как раз для защиты от коронавируса на то есть уже государственные исследования это абсолютная истина что он защищает от коронавируса по крайней мере чтобы не было последствий негативных так вот я и моя семья естественно этот препарат принимаем ну жена еще принимает у меня омега-3 веганские по моему то ли солгар фирмы то ли нау но в общем хороший качественный американский именно веганский то есть это омега-3 получен из морских одноклеточных водорослей то есть первичных продуцентов в том числе омега-3 пк и дгк ну вот примерно так если есть вопросы у вас пишите под видео может быть я сделаю отдельное видео если наберутся вопросы достаточные для так сказать освещение более глобального чем просто краткий ответ а вот вам так для аналитики еще интересный момент вот у нас где я живу в пушкиногорском районе непосредственно в пушкинских горах в доме ветеранов об этом писал ведерников губернатор у себя в блоге на днях резко выросла заболеваемость коронавирусом кстати всем этим людям естественно по госпрограмме делали прививки это так для размышлений а да конечно забыл прививки мы не делали то есть я моя семья и делать не собираемся это тоже сказал хорошо что не забыл вот еще у моей жены есть родной брат недавно вся его семья переболела к видом ну и мать моей жены тоже но более в тяжелой форме но дома вот пожалуй и все на данный момент по теме жду ваши комментарии напишите как вы болели болели ли а советы мои имейте ввиду вот насчет препаратов натуральных очень цены важны даже если кто-то этого не понимает товарищи зрители очень сильно я расстроен тому что вы проигнорировали мое видео о котыне вы считаете что это не важно а я на это потратил две недели своего времени и эта тема важна для каждого даже если кто-то не понимает насколько важна она а давайте сейчас это докажу одним маленьким письмом которое под видео оставила 18-летняя девушка тома хренова здравствуйте юрий андреевич мне 18 лет и если бы отец не заставил посмотреть ваше видео и я не узнала бы правды спасибо вам огромное за ваш труд от всей нашей семьи а теперь давайте так как закончите смотреть это видео переходите по ссылке на мою видео про котынь и посмотрите его полностью а потом напишите в комментарии под тем уже видео то что ваша душа прикажет что называется да и не забудьте у меня есть еще три канала на ю тубе первый вы на нем сейчас находитесь второй жизнь на земле про мое хозяйство земледелие экостроительство третий о продуктах питания и 4 который называется совесть и подлость самый главный из всех моих четырех каналов он о том что гораздо важнее здоровья и даже жизни посмотрите сами все поймете обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями коллегами товарищи помогите распространить мне данное видео пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время которое я трачу на создание данных видео все честно и справедливо это важно я не просто так это делаю ну а на этом все я желаю всем хорошим честным и порядочным людям крепкого здоровья увидимся в новых видео до свидания